Начиная с 1993 года, то есть прошло со времени публикования книжки метода больше 300 лет, и вдруг люди задали вопрос, раньше почему-то не задавали, а что если рассматривать теловую клаву, но не симметричную, то есть не оси-симметричную, это означает расширение класса тела, то есть у нас больше возможностей. Люди стали рассматривать, то есть как это можно описать математически? Люди стали рассматривать функции, ведь каждое тело описывается какой-то функцией, передняя часть поверхности, верхняя поверхность описывается функцией. Так вот, стали рассматривать функции, которые заданы на круги Заданы на круги Заданы на круги От 0 до h Это означает, что передняя часть тела, она вот Что тело имеет высоту не больше, чем h И выпутывает вверху Единственное, что по отношению к ньютону было изменено, это то, что функции, они не предполагались такие симметричные относительно вращения вокруг вертикальной, то есть больше возможностей Раньше, видимо, считалось, что это ничего не добавилось, что решение ньютона, оно вообще абсолютно справедливое везде и при любых условиях Оказалось не так Оказалось вот что Дальше опять какое-то время нужно поговорить описателем Значит, при При достаточно большой высоте h Или при достаточно небольшом соотношении h Если h дает а достаточно велико Ну или просто будем говорить Высота достаточно велика То Функции задняя таким образом, или тело задняя таким образом, лучше, чем решение ньютона Вот нарисуем кругу радиуса а Рисуем сверху Сейчас Нарисуем сверху на высоте h Отрезок Симметричный Отрезок Середина которого Находится как раз на высоте h На вертикальной оси И дальше Делаем вот что Соединяем его Таким образом Симметричным окрестем С двумя нижними точками круга Описательно Это получается очно У нас имеется Некоторые поверхности Которые составлены из двух плоских треугольников Они находятся в трехмерном пространстве Но они такие плоские и наклонные Которые Возникают У которых Основаемый будет Верхний горизонтальный отрезок На высоте h А вершина будет находиться Внизу На оконченности Второй расположен Симметричный перец Два таких плоских треугольника И две Два куска конической поверхности Не будет два куска конической поверхности Что значит коническая поверхность? Это просто-напросто означает Что точка Одна из вершин отрезков Соединена Многими Многими отрезками С окружностью Получается такая поверхность И вторая коническая поверхность Получается таким желтым Берем вторую Вторую вершину отрезка И соединяем С половинкой нижней окружности И получается еще одна поверхность Вот оказывается Когда мы сравнили Силу Силу Спротивления У дютого И у дуэтого тела Здесь оказалось Меньше Как ни странно Тут уже построена Какая-то теория Но До конца Задача не решена Числено Числено Получено И даже больше того Это Это Тело Оно близко к оптимальному Близко к наиболее Оттекаемому Но им не является На самом деле Наилучшее Оттекаемое тело Устроено более сложно Это Ответ Получен Числено Верхняя часть Тела Действительно Будет Отрезок Но Боковая часть Она Будет Скорее всего Как бы Сшита Из Из Плоских кусочков Плоские кусочки Которые каким-то образом Изогнуты Либо как Цилиндрические Поверхности И Из этих Плоских кусочков Бесконечного количества Плоских кусочков Сшиты Боковые Все это Достаточно сложно Как аналитически Записывается Это Оптимальное решение Никто не знает Когда Весота Достаточно Велика Если Тело То Чувствуется То есть H Меньше То В какой-то момент Когда мы уменьшаем H Эта треточка меняется на равносторонний треугольник То есть Будет Примерно Похожее тело Но вверху будет Уже равносторонний треугольник Когда мы еще уменьшаем H Еще более Преугольник Меняется на квадрат Потом на Правильный треугольник И так далее Получается Такая Интересная треугольник Ну Вот Это чисто Обязательно Без каких-то доказательств Ну У У К У